Приехали на дачу, а там горы опавших яблок, пора срочно принимать меры. В этом видео я расскажу, как остановить опадение яблок сейчас и как не допустить этого в будущем. А если досмотрите видео до конца, то узнаете, как приготовить из падалицы хорошее удобрение для всех огородных и очень многих ягодных и декоративных культур. Начинают созревать яблоки и груши, и под деревьями появляются первые опавшие плоды – падалицы. В чем причина ее появления? Их на самом деле несколько. И основная причина – это вредители. Самый распространенный из них – плодожорка. Сейчас один момент, я вам покажу ее результаты деятельности. Дело в том, что плодожорка – основной вредитель сада и огорода. Кстати, пойдемте еще покажу прямо на дереве, как это выглядит, чтобы вы не спутали. Плодожорка – это маленькая бабочка, гусеничка которой питается семечками, мякотью наших плодов. О, вот оно. Смотрите, классическое яблочко с червоточинкой. Внутри этого яблока сидит сама гусеничка плодожорки и доедает ее содержимое. Такие яблоки опадают быстро. Одна, кстати, гусеница плодожорки может уничтожить до двух-трех яблок каждое. И представьте, если у вас и так немного яблок, сколько может уничтожить одна яйцекладка плодожорки? А ведь бабочка может отложить не один десяток яиц и лишить вас урожая полностью. С упавшего яблока гусеничка тут же выбирается и отправляется вверх по дереву, чтобы поселиться в новом яблоке и съесть его тоже. Поэтому, как только вы увидели опавшие яблоки, старайтесь быстренько их собрать, чтобы гусеницы не успели выползти и вернуться на дерево за следующим яблочком. Вторая причина. Это полив. В период формирования плодов дереву нужно очень много воды. И если ее не хватает, дерево однозначно начнет сбрасывать зависть. Сформированные почти яблочки, груши. Третья причина. Питание. Если дереву не хватает еды, оно тоже сбросит яблоки, груши, либо вырастет, сейчас вам покажу, вот таких вот малюхоньких. Много яблочков, которых не будет хватать ни сахаров, ни окраски, никакой пользы. Поэтому питание очень важно. Следующая причина. Это болезни. В первую очередь парша и плодовая гниль. Эти две болезни идут рука об руку. И там, где появляется пятнышко парши, часто появляется и пятно плодовой гнили. Такие яблочки, грушки опадают в первую очередь. Но девать-то эту падалицу куда-то надо. Главное, не оставляйте ее под деревьями и не выбрасывайте просто за забор или в лес, как это делают многие недальновидные дачники. Дело в том, что гусеницы плодожорки в результате выползут и пойдут вредить дальше или окуклятся. И на следующий год вы получите шикарный лед бабочек-плодожорок. Споры болезней будут рассеиваться по всему саду, заражая новые деревья. А вы получите вспышку плодовой гнили, которая будет не только портить яблоки и груши, но и ветки. И будет портить и другие плодовые ягодные растения. Помимо того, что мы обязательно собираем нашу падалицу, обеспечиваем нашим деревьям хороший равномерный полив. Потому что если у вас нет дождей и почва легкая, да еще и сухая, дерево начнет сбрасывать даже здоровые яблоки и груши. А те, что останутся, будут суховатые, мелковатые и не наберут нужного количества сахаров. Собираем падалицу. Шикарная плодовая гниль. Вы посмотрите, прям вот бомба, по-другому не скажешь, бомба заразы, которая может вызвать гибель огромного количества урожая. Ей не место у нас в саду. А где же ей место, скажете вы, в компосте. Но компост нужно закладывать с этими яблоками по правилам. Ведь если вы просто высыпите яблоки сверху, это то же самое, как если бы вы оставили их под деревьями или за забором. Компост с такими яблоками нужно закладывать правильно. И пойдемте вместе со мной заложим. У меня здесь компостная куча. Высыпаем кучу яблоки, но не оставляем вот так. Иначе споры будут лететь, плодожорки будут расползаться. Обязательно перестилаем наш компост, наши яблоки травой. Торфом, это вообще супер. Можно даже дерном, если у вас есть доступ. У меня есть скошенная газонная трава, выпалутая сорняки. Ух, колючие. И мы этим аккуратненько все закроем. Таким образом мы не дадим нашим спорам разлетаться. А если вы еще прольете сверху свой заложенный компост биопрепаратами, например, профитом триходермы, сенной палочкой или профит здоровая почва, здесь не останется никаких вредителей. Кстати, существует мнение, что биопрепараты, один блогер говорил, биопрепараты оставляют после себя выжженную пустыню. Я с ним категорически не согласна, потому что как может биопрепарат живой, который сам родом из почвы, который собственно и есть почвенный естественный микроорганизм, просто ученые отобрали самые злобные, агрессивные его разновидности, убить все остальное. Они довольно-таки высокоспециализированные микроорганизмы. И попав в почву, они никого, кроме своих целевых организмов, не убивают. Наоборот, и сенная палочка, и триходерма, и баверия, и метаризиум, и множество других полезных грибков и бактерий, которые мы используем для защиты, для оздоровления, попав в почву, попав в компост, они обогащают ее, делают почву и компост более плодородными, более насыщенными минеральными веществами, гуминовыми кислотами, своими, так сказать, продуктами переработки. Поэтому заложили, переслоили сорняками выплатыми, скошенной газонной травой, почвой. Если есть торф, супер, засыпали сверху торфом, пролили триходермой, и у вас получится шикарный компост. А насчет спор, болезней и вредителей не беспокойтесь. Гусеницы, плодожорки должны окукливаться не в земле, а на поверхности деревьев, под корой отставшей, часто на штакетниках, то есть они зимуют всегда над почвой. И выбраться отсюда они просто не смогут и погибнут, превратившись просто в компост. Поэтому засыпаем, проливаем, и через два года у вас будет шикарный, прекрасный, здоровый компост. И вы не потеряете ничего, что ваши деревья дали вам в саду. А именно, они дали вам урожай, отдали на него все свои силы, и сейчас все эти излишки должны вернуться к ним обратно. Потом этим же компостом мы будем мульчировать приствольные круги, подсыпать на грядки, подсыпать под нашу смородину, под нашу клубнику и так далее. Пойдемте дальше, покажу, что еще можно сделать. Еще один способ применения опада яблок, груш, это устройство теплой грядки. Сейчас мы как раз выбрали азимый чеснок, и грядки гуляют. Их можно засеять сидератами, может посеять ранние какие-то культуры типа салата, редиски и так далее. А можно подготовить теплую грядку. Выбираем почву на глубину штыка лопаты. Впервые вот такую вот идею устроить теплую грядку я подсмотрела у своей хорошей знакомой Ирины. Она приверженец зеленой технологии, зеленого земледелия. И она собирает всю падалицу, все сорняки, иногда укладывает просто по поверхности грядки, осенью особенно, когда падалицы моря, накрывает сверху картоном и оставляет таким образом преть. Я когда это первый раз увидела, конечно, очень поразилась. Но она подняла этот картон и увидела, какая там жизнедеятельность. Там червяки дождевые, там многоножки. Это все, извините, там просто бурлило круче, чем на Зыбецкой. Вот это все перерабатывало, а пад яблочный, падалицу в гумус. Здесь мы сделаем чуть-чуть попроще, чуть полегче. Выкапываем по профилю грядки выемку в земле. Засыпаем туда свои яблоки, последние, остальные в компост пошли. Можно добавить сюда выполытые измельченные сорняки, картофельные очистки. Можно добавить мелкие веточки, листву, которая начала сыпаться с вишен. Все сгребли, сюда сложили. Можно для раскисления добавить, сверху припудрить немного доломитовой мукой. Все-таки яблоки дают кислоту. И закапываем обратно. Грядочка у нас будет маленькая. Главное ведь показать принцип ее устройства. Вот у меня скошенная трава. Главное условие, чтобы на ней не было семян. Чтобы сорняки не успели их завязать. Иначе мы практически их посеем. Поэтому основной, кстати, способ борьбы с сорняками, это не давать им обсемениться, скашивая их, выпалывая до того, как они успеют завязать семена. Кстати, проливку триходермой с сенной палочкой никто не отменял. Поливаем. Будем активизировать все необходимые жизненные процессы. Так сказать, внесем движуху на нашу грядку, микробиологическую движуху. Заложили. Можем даже немножко еще порубить, пустить, так сказать, сок этим яблочкам. Это более эффективно пойдет разложение. И засыпаем. Вы спросите, сколько можно доломитовой муки. Кстати, вместо доломитовой муки, если у вас нет под рукой, можно использовать золу древесную. Она и раскисляет, и обогащает заложенную грядку калием. Учитывая то, что мы с вами анализ почвы не проводили, и априори считаем, что у нас она слабокислая, порядка 100-200 грамм на метр квадратной почвы достаточно. Если это речь идет, конечно, о доломитке. В золы можно вносить 1-2 стакана. Сорнячки выбираем. Мы засыпали грядку и оставили ее в таком виде до весны. Весной процессы активизируются. Та органика, которая лежит на дне грядки, начинает активно разлагаться с выделением тепла. А это очень любят все тыквенные, тем более, что чеснок прекрасный предшественник для них. Кстати, вот такое вот внесение яблок в виде удобрения можно практиковать для многих плодовых культур, и декоративных в том числе. Дело в том, что яблоки сами по себе выделяют немного кислоты. Яблочная кислота всем известна, и кислый яблочный сок, наверное, знает каждый. Поэтому многие из садоводов практикуют такой способ подкормок органикой, как выкапывание траншейки вокруг кустарника, будь это смородина черная, будь это гортензия. Кстати, гортензии очень любят вот такого своего рода подкормки яблоками. Выкапываем траншейку, укладываем туда яблоки, можно даже измельченные, и засыпаем. Если ваши растения любят кислоту, то раскислять почву не нужно. Но если это смородина, либо жимлость, либо плодовые деревья, то лишняя подкормка печной древесной золой вам не помешает. А органика таким образом вернется обратно в почву и будет работать. Еще один способ применения яблок – это приготовление яблочной бродилки. Дело в том, что в них тоже содержится много различных микроэлементов, ведь в свои плоды дерево всегда помещает все самое лучшее. И такое ценное удобрение грех просто выбрасывать. Можно приготовить яблочную бродилку, собрав опад, измельчив его в ведре и залив водой, и оставив в теплом месте на несколько дней. Когда яблоки начнут разлагаться и бродить, полученную бродилку нужно разбавлять в соотношении 1 к 3, 1 к 4, и можно поливать наши плодовые, ягодные и особенно декоративные растения, которые любят кислые удобрения, кислую почву. Это многие хвойные декоративные, это гортензия, это голубика. Кстати, у меня есть идея проверить все-таки, какой будет уровень pH у такой подкормки. Я думаю, что мы когда-нибудь это все-таки сделаем. Как только яблочного опада станет побольше, а то я зарасходовала практически весь опад. Ну и наконец, яблоки, которые опали, особенно ранних сортов, можно использовать в пищу, особенно если на них нет плодовой гнили. Дело в том, что плодовая гниль – это все-таки грибковое заболевание, которое часто приводит яблоки в полную негодность. Они не хранятся, они очень быстро теряют все потребительские качества. Это, пожалуй, самая коварная болезнь. Если паршу мы можем срезать, то плодовую гниль, особенно если она хватила пол яблока, дошла до середины, такое яблоко лучше выбросить, отправить в компост или закопать. Но если пятнышко небольшое, если там только плодожорка или яблоко просто осыпалось от нехватки воды, от нехватки питания, от перегрузки, то такие яблоки я часто использую для приготовления варенья, особенно варенья дольками. Это касается яблоков в первую очередь осенних сортов, таких как штрихель, антоновка. Из них получается, особенно из антоновки, самое лучшее повидло. И здесь просто я вырезаю пятнышко с плодожоркой или пятнышко, если там маленькое пятнышко гнили, режу на дольки, удаляю сердцевину, и шикарное повидло готово. И еще один способ использования падарицы созревших яблок – это приготовление яблочного уксуса. Опять же, здесь нужно правильно выбирать сорт. Из белого налива хороший сок вы не получите. Это будет скорее пюре яблочное с мякотью, с соком. А вот из антоновки, из штрихеля, из славы победителям очень сочных, из ауксиса получится изумительный яблочный уксус. И здесь самое главное только удаляйте поврежденные части яблок, а все остальное можно использовать в пищу. Таким образом, все, что у вас выросло в саду, независимо от того, пойдет оно на хранение в пищу, или оно пришло в негодность из-за болезни или вредителей, можно использовать с пользой для своего огорода, для своего сада и для себя тоже. Ну и, конечно же, все, что нужно нам для защиты нашего сада от болезней, от вредителей, можно приобрести в наших магазинах про цветок на Кирово 3 и Куйбышево 69, а также на площадке Wildberries. Заходите, и вы найдете там не только профит, но еще много чего полезного для нас, садоводов-любителей. Ну а вам я желаю, конечно же, процветания, удачи, хороших урожаев и поменьше падалицы в саду. Субтитры создавал DimaTorzok